Саровскому литературному объединению «Радуга» уже более 60 лет. За эти годы через объединение прошло много ярких, талантливых, прозаиков и поэтов. И у каждого из них своя уникальная история становления, творческого поиска и развития. В нашем новом выпуске передачи «Лица Сарова» мы расскажем о современных саровских писателях-членах «Радуги» Елены Кашевой, Александре Конопкине и Александре Ломтеве. Городское литературное объединение «Радуга» появилось в Сарове в 1961 году. Через четыре года после создания объединения вышел первый сборник «Радуги», куда входили произведения 15 поэтов. Члены «Радуги» проводили плановые встречи, вечера, выступления в подразделениях города и по радио. В этот же период у Саровской «Радуги» появляются первые контакты с литературным миром – поездки на творческие семинары и фестивали. Сейчас «Радуга» – одно из старейших в области литературных объединений, в которое входят 20 активных прозаиков, поэтов, критиков, публицистов. Из них 10 – члены Союза писателей России. Несколько участников «Радуги» выступают в качестве жюри на международном литературном конкурсе «Русский Гоффман». В основном это, конечно, общение. Люди, которые увлечены чем-то общим, они должны встречаться, обмениваться мнениями, показывать друг другу то, что они делают, что планируют сделать. Но наше собрание проходит в основном так, что вот люди приносят, я, например, приношусь там стихотворение. Вот я его читаю, мы его все вместе обсуждаем, разбираем. Мне говорят, где неправильно, где хорошо. И это очень важно. Во-первых, каждый человек, который пишет, он должен уметь выслушивать мнение со стороны, потому что иначе это получается, что ты пишешь только для себя, а интересы читателя все равно нужно учитывать, нравится это кому-то или не нравится. Вот, собственно, для этого мы и встречаемся. Ты стараешься, пишешь, кажется, что ты вложился весь. А когда взгляд со стороны, то все выглядит немножко по-другому. И это очень важно, это очень нужно. Поэтому у нас вот раз в месяц проходит заседание, и все обычно ждут этого момента. Члены «Радуги» друг для друга первые читатели и основные критики. После бурных обсуждений из-под пера Саровских писателей выходят уже отточенные, отшлифованные произведения, которые потом не стыдно послать и в большие журналы. Председатель литературного объединения Александр Конопкин начал увлекаться литературой уже в достаточно взрослом возрасте, в последнем классе школы. Тогда он очень вдохновился стихотворениями Маяковского, Блока и Бродского. Можно сказать, что эти поэты были его первыми учителями на литературной дороге. У меня был классный руководитель, учитель литературы, и она читала нам стихи. Вот, в частности, первый раз я услышал «Облако в штанах» Маяковского в ее исполнении. Но это меня вот задело. Что-то в этом было такое. Я не скажу, что я прям почувствовал, что и я так же могу. Но это, видимо, был толчок. А потом как раз была перестройка, стали печатать всех-всех-всех. Вот я прочитал Бродского. Ну и это был, наверное, такой очень яркий вдохновитель. Мне тоже захотелось так же здорово написать. Александр Конопкин долго писал стихотворения самостоятельно, но потом почувствовал, что нужно искать единомышленников. Так в 2008 году он пришел в «Радугу». В тихосложении поэт предпочитает села ботонику, реже свободный стих. Первая публикация Александра Конопкина была в газете «Саров». С этой историей связан курьезный случай. Первая публикация была в газете «Саров», и тогда перепутали мою фамилию. Вот, было смешно. И потом, для того, чтобы как-то загладить вот эту неловкость, меня напечатали в следующем номере, там, мимо плана. Значит, думаю, тут уже фамилию написали правильно. Ну, а так, я не скажу, что я много публикуюсь. Есть там несколько журналов, в которых я публиковался. Вот, журнал «Нижний Новгород» я много публиковался, журнал «Балтика» в Калининграде. Что там еще? Невский альманах, это в Санкт-Петербург. Вот, в газетах городских. В Саровской пустыне очень много тогда, Ломцев нас тогда всех печатал. Научиться рифмовать строки можно, но для этого нужно много писать и много читать. Но научиться писать настоящую поэзию невозможно, считает Александр Конопкин. У поэта определенный образный взгляд на мир, который дается от рождения. Ведь поэзия – материя невыразимая и необъяснимая. Но, тем не менее, литературные способности можно и нужно развивать. Когда я пришел в «Радугу», первые разборы моих стихов, во-первых, это очень болезненно. И так думаю, что, господи, что же они там такое нашли. Но это очень сильно помогает. Ну и потом надо участвовать в разного рода семинарах. Потому что приезжает… Первый семинар, в котором я был, это в Дивееве. Главный редактор как раз несквали монаха, он там разбирал стихи. И люди, которые давно этим занимаются, которые умеют писать, они просто подсказывают. Они говорят, что вот так не надо, а вот это вот хорошо. И чем больше у человека опытоспособности, тем точнее его подсказки. И вот этим нужно заниматься обязательно. И я довольно много участвовал в подобном роде семинарах. Вот я езжу постоянно на «Русский Гоффман» в Калининград. И там, когда первые разы я приезжал, я обязательно участвовал, давал стихи на разбор, чтобы мне объяснили, что, как и почему. Это очень сильно помогает. Александр Конопкин пишет стихи на совершенно разную тематику. В основном это то, что волнует сердце, что происходит вокруг и находит отзыв внутри. И с каждым произведением Александр учится и совершенствуется. И радуга ему в этом неизменно помогает. Скорей бы лето. Обрежу волосы, на солнце череп погрею беленький. Поеду к морю, увижу полосы прибойной пены и южной зелени. Скорей бы лето. Нагрянут запахи, начнутся крики и споры детские. Поеду к морю. Там будут лабухи, за сотку песни играть простецкие. Скорей бы лето. Оно мне нравится. И путь жужжат комары настырные. Но летом проще. Смелее мечтается. И небо выше. И мысли мирные. Скорей бы лето. То, что он станет писателем, Александр Ломтьев знал в первом классе. Как только научился писать, сразу сел писать роман. Школьный учитель литературы разглядел в маленьком Саше писательские способности. И всячески поощряло это и поддерживало. Именно учительница направила Александра Ломтьева в литературное объединение «Радуга». Пришел он туда со второй волной писателей. Геннадием Ёмкиным, Мариной Копкиной, Мариной Зубовой и другими. В «Радуге» и начал закладываться более основательный и профессиональный подход к литературе. Были не встречи, а чайные посиделки, как очень часто бывает в литературе, а настоящее изучение литературы и критические разборы произведений. Причем наши старики как-то сумели нас убедить, что к критике нужно относиться чуть ли не с благоговением. Потому что только критика помогает расти человеку, особенно если у него нет специального образования. А как известно, в «Радуге» не было ни одного профессионального литератора, физики, химии, химики, рабочие. Я из рабочих пришел. Хорошую базу Александр Алексеевич получил во время работы в районной газете «Ударник» в Девееве. Он развил и журналистские навыки, и стал больше внимания уделять писательству. Начинал, как и многие, со стихов. Первый успех не заставил себя ждать. Александр Ломтев стал лауреатом премии Бориса Корнилова. Со своей прозой печатался и в районных, и в областных газетах. Когда напор цензуры стал ослабевать, произведения Александра Ломтева стали появляться и в разных литературных журналах. Я написал небольшой роман, и так получилось, что к нам в город приехали писатели из Союза писателей России, из Москвы, из правления. И мой приятель Иван Чуркин, который тоже пописывал, взял у меня этот роман и отдал Нарине Ганничевой, которая была в правлении Союза писателей России. Ну, на тот случай, что надо идет время почитать. И совершенно неожиданно для меня этот роман, вернее, часть этого романа, поезд, который входил в роман Ичкириада, это о войне в Чечне, стала лауреатом, заняла первое место во всероссийском конкурсе имперской культуры. Это был первый, так сказать, мой успех. И буквально через некоторое время уже вышла книжка, которая называется «Пришествие с ангелом». Это была первая книга. Успех романа сразу проложил Александру Ломтеву дорогу в Союз писателей России. Также он вступил и в Союз журналистов. Тема войны проходит через многие произведения Александра Ломтева. Он не раз бывал во многих горячих точках. В Чечне писатель бывал более десяти раз. Также ездил в Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Косово. В Южную Осетию мы попали, когда боевые действия уже заканчивались. Но, может быть, даже к лучшему, потому что мы увидели последствия. Мы там говорили с людьми, которые только-только перенесли этот ужас. В том числе и дети. Шагали там по укреплениям наших миротворцев. Буквально по гильзам, по отстреленным. То есть весь пол был усеян гильзами. И это производило впечатление, может быть, даже она большее, чем то, когда мы с тем же Иваном Ситниковым, я с ним неоднократно ездил в Чечню, попадали под огонь. Там ездили с ним на подрывы, в ближневую разведку ходили. Вот иногда последствия войны, последствия боевых действий поражают сильнее, чем сами боевые действия. Ну или, например, такой случай, когда в Приднестровье, там горячая фаза прошла, но еще постреливали. Но большее впечатление на меня произвела такая простая вещь. В школьной библиотеке мне показали учебник русского языка, в который попала пуля. Вот она там застряла. Это, конечно, очень символично. С губернитарной помощью Александр Ломтьев ездил в Донецк и Луганск. Во время поездки по Новым землям общался с местными жителями и военными. Тот материал, который Александр Ломтьев записывает во время таких поездок, выливается в публицистические очерки, статьи, художественные произведения. Иногда нужно, чтобы материал отлежался, созрел. А иногда Александр Алексеевич может написать произведение спонтанно. Я езжу регулярно в Коктебель, я там летаю на параплане и делаю заплывы. Там есть такая тихая бухта, и в двух километрах от этой бухты скалы моря. И вот я плыву к этим скалам и от них, ну, 9 километров, 4 проплываю. И один раз я, когда плыл, плаваю я в маске, смотрел, ну, рассматривал. И перешла в голову идея. Когда я доплыл до камней, я вернулся, я просто сел быстренько в блокноте, записал рассказ, совершенно свежий. Домой, когда приехал, напечатал, отправил журнал, тут же его опубликовали. Вот так бывает. А тот роман, например, который я пишу сейчас, пишу его уже лет 5, наверное. Ну, надеюсь, правда, в этом году закончить. Александр Ломтев много путешествует, объездил почти всю Россию, бывал и за границей. Поэтому материала для прозы накапливается много, сюжеты для произведений встречаются на каждом шагу. Со стихами немного иначе. Строчки могут появляться от знакомого запаха, слова или ощущения. Недавно стихотворение Александра Ломтева напечатали в литературном журнале на болгарском языке. В своем творчестве писатель транслирует жизнь через себя, раскрывает те грани, которые иногда видны далеко не всем. Если бы это было не нужно, люди бы не читали. Людям очень хочется чего-то того, что они не испытали. Или наоборот, хочется подтверждений того, что они не испытали. Когда они читают книгу и находят что-то, что им созвучно, они тоже получают удовольствие. В семье Елены Кашевой есть легенда, что она родилась в книжном магазине. В советские времена книги трудно было купить. Родители Елены сдавали макулатуру, а за это получали талоны, которые можно было обменять на книгу. Но для этого нужно было отстоять огромные очереди в магазин. Беременная мама Елены отстояла таких очередей немало. В детстве в книжный магазин будущая писательница ходила как на праздник. И сейчас в своей семье Елена Кашева прививает традиции чтения вслух и посещения книжных магазинов. В школьные годы у меня никогда не было проблем с сочинениями. Я их писала всегда очень легко. А потом в какой-то момент я стала придумывать собственные истории. И вот здесь очень важный момент. Любому ребенку очень важно, чтобы однажды на его пути встретился взрослый, который может направить его энергию, его навыки, его талант в нужное русло. И вот таким человеком для меня стала Любовь Петровна Ковшова. В тот момент, это 1991 год, она вела литературное объединение школьников во дворце пионеров «Литушку». Вот, собственно говоря, туда я пришла, но пришла я туда со стихами. Как приходят все дети, у меня была толстая тетрадка, исписанная стихами. Но и, собственно говоря, я там читала слух и старалась произвести максимальное впечатление своих сверстников. В литературном объединении «Литушка» Елена получила хорошие навыки. Став старше, она перешла от стихотворений к прозе, но неизменно приносила свежий материал на суд своего первого педагога – Любови Ковшовой. Чтобы наброски выросли в серьезное, зрелое произведение, Елена Кашева усердно работала, отрабатывала и совершенствовала навыки, много училась. Любая история, которую ты рассказываешь, она должна иметь обязательно некий сюжет. Этот сюжет не обязательно будет и событийный, он может быть эмоциональным сюжетом проходить. И это все надо отстроить. И у каждого героя, который действует в произведении, есть, как у человека в жизни, соответственно, у него есть мотив для совершения того или иного поступка. Есть причины того или иного поступка, есть последствия. И есть еще целый мир, который нужно в эту прозову ввести, чтобы она дышала. То есть найти свой образ, найти свой стиль, найти свой язык – это одно из самых сложных вообще, что может быть у прозаика. На это уходят просто годы. Кропотливого, усердного труда. То есть с насколько не получится. Елену Кашеву стали замечать после того, как она опубликовала несколько своих произведений на интернет-ресурсе. Один из ее первых рассказов вошел в номинацию «Лучший рассказ месяца» и заняла лидирующие позиции наряду с серьезными авторами, которые позже стали очень известными. После различных отзывов, как положительных, так и негативных, писательница поняла, что хочет получать конструктивную критику от профессионалов. Я ездила на пару семинаров, и опять же все серьезные были люди. Я как раз как молодой писатель работала. Мне было очень больно, мне было очень обидно. Меня разбирали очень жестоко. И вот сейчас, когда я веду мастер-классы, когда я разбираю прозу молодых авторов, они меня смотрят, и у них мысль такая, что, ну, конечно, вам же никогда не доставалось, вас же всегда, наверное, хвалили, так они думают, наверное. А я на них смотрю, думаю, божечки мои, ребята меня били сильнее, чем я вот сейчас вас бью. Намного сильнее. Но вопрос, будет ли из этого дело, будет ли из этого прок. Услышит ли автор то, что ему говорит мастер. Мне вот приходилось в это во все вслушиваться. Ну вот, кстати, один из первых разборов, скажем так, человек, который за меня вступился, это был Захар Прилепин. На семинаре для молодых писателей, который просто, ну, реально за меня вступился. Еще одно из первых произведений Елены Кашевой не опубликовано, но оно экранизировано. «Рассмешить Бога» – так называется дебютная повесть, которую Саровская писательница также разместила на одном из электронных интернет-ресурсов. С этим произведением произошла удивительная история. Через некоторое время я вдруг обнаруживаю, что у меня на этом сайте есть письмо, что «Уважаемая Елена Владимировна, мы вас пытаемся найти, вас разыскивает кинокомпания «Фильм Юэй», я там продюсер атакует и все прочее». Мы, в общем, хотим получить авторские права на экранизацию этой повести. Никогда я так весело не смеялась, как в тот день, потому что мне было интересно, кто этот розыгрыш вообще устроил, вот, искал этого человека. Какое же было мое изумление, что это казалось ни шуткой, ни розыгрышем. Действительно была правда, и эта история для многих до сих пор остается загадкой. Потому что в тот момент, когда мы обнаружили друг друга с кинокомпанией, а там у меня не было обратной связи с ними, я могла их только через комментарии читать. У меня был неправильный адрес электронной почты указан, не было никаких мобильных телефонов нигде указано. И они сидели, вычисляли меня по базе, что где я живу в городе Сарове, Нижегородской области, значит, и искали меня в телефонном справочнике, а у меня на тот момент даже домашнего телефона не было. То есть, тем не менее, мы нашлись. И в тот момент, когда мы нашлись, и уже встретились в Москве подписывать договор о передаче авторских прав, к этому времени было для съемочного процесса готово все. Уже был готов сценарий, были отобраны артисты и так далее. То есть, дальше я вообще к этому фильму никакого отношения не имела. Все, что происходило на съемочной площадке, ко мне не имеет никакого отношения. Я к этому тоже не имею никакого отношения. Для меня это грустный опыт. Я не люблю этот фильм. Я его посмотрела один раз, я его больше не пересматриваю. Тем не менее, в 2006 году этот фильм, который так называется «Расмешусь Бога», он получил один из самых высоких рейтингов и самую высокую долю просмотров в 2006 году, обойдя многие западные фильмы. Для меня это загадка. Хоть фильм автору повести не понравился, но вот зрители приняли картину на ура. На вопрос, о чем пишете, Елена Кашева отвечает так. За нас все придумала жизнь. Книги-писательницы о тех людях, жизненных судьбах и перипетиях, взаимоотношениях, которые однажды откликнулись в сердце. Вдохновляет только жизнь. Истории, которые начинаешь рассказывать, да хотя бы даже моя история с экранизацией фильма. Вы захотите ее придумать, вы ее не придумаете. Потому что я потом, конечно, я была в Москве, мы там встречались в Доме кино с разными людьми, сидели, разговаривали. И были, в том числе, сценаристы, которые ко мне подходили, говорили, а как вы вообще сюда пробились? А как вы вот? Я говорю, ну как? Вот они меня взяли там и с фонарями, с собаками рылись по всему интернету, где я живу, кто и такая. Мне никто не верил. Потому что это выглядело невероятно. Поэтому, а в жизни любого человека есть место такому небольшому чуду или какой-то истории, которая вас очень сильно зацепит. Все это интересные люди. Большое количество прочитанных книг, багаж знаний литературы и искусства. Из всего этого начали появляться литературные исследования Елены Кашевой, которые вылились в просветительский проект «Литературная закладка». Задача автора состояла в том, чтобы не прочитать слушателям академическую лекцию, а живым, доступным языком рассказать о тех фактах из области литературы, которые иногда теряются, ускользают от читателя. Цикл встреч Елена Кашева проводила для молодых ученых и специалистов ядерного центра. Для научных школ в технопарке, а также для широкой публики на площадках города. Также лекции она проводит и в других городах. Литература для вас это что? Хобби? Заработок ли? Хобби ли? Просто увлечение? Что это? Ну, театральные люди, они не говорят, что не работают в театре. Они в театре служат. Для меня литература это тоже, как бы это высоко не звучало, но на самом деле это служение. Потому что литература, литература это открывать в человеке огромный, скажем так, гуманистический, гуманитарный и нравственный и духовный мир. То, чего мы не можем добиться через математику, физику, химию, мы можем добиться с вами вообще через искусство, через литературу, театр, изобразительное искусство. А когда с этим имеешь дело, с таким очень тонким миром, миром духовным или миром душевным, миром психическим, этому можно только служить. А я в этом процессе не очень важный человек. Я важна в других, как проводник каких-то идей. А как автор мне и так комфортно. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok